Здравствуйте, я хочу показать свой подвал и рассказать чуть-чуть о хранении яблок. В первую очередь надо, чтобы был подвал в меру влажный и в меру сухой, чтобы он был не сухой, потому что яблоки вянут при хранении, ну и не влажный, потому что образуется плесень и они начинают поднимать. Первое, что нужно сделать, это яблоки ворвать в хорошую погоду, чтобы не было туманов, дождей, чтобы сухо было хорошо, это первое условие. Второе условие, чтобы яблоки были не переспевшие, и чтобы у них была съемная спелость. Это касается зимних сортов, потому что если они уже потребительская, зрелая, чтобы срывать и кушать, они долго не лежат, они подбивают, они плохо хранятся. Подвал желательно, чтобы был побеленный, я вот себя побелил, подвал, у него два года всего, в том году первый раз хранил яблоки, он побеленный, у меня все беленькое, видно, что нет плесени, все хорошо. Делал я вот с кирпича с красного, вылаживал, потолок плиты вложил, обязательно должна быть вытяжка, это у меня стоит вентилятор, так, на случай того, что если очень влажно, чтобы вытягивала влагу с подвала, и это выход получается, там труба идет 5-метровая, то есть он без вентилятора вытягивает, но если сильно влажно, то она не помогает, труба той высоты иногда, чтобы включать вентилятор, там на 12 бат, мало потребляя, там на 2 суток включаешь, он вытягивает влагу, и потом нормально, и должно быть вход трубы, сюда воздух затягивает, а вот туда вытягивает. Пол я не бетонировал, тут глина у меня обычно, просто вот как докопались и все, бетон не делал, потому что подвал дышал, и красный кирпич тоже хорошо дышит подвал с красного кирпича. Под ящики, там где хранятся фрукты, в том году у меня не было ничего-то там, чуть-чуть плесневело, чуть-чуть плесневело, мне там посоветовали подсыпать известью пушниной, сухой известью посыпать, это да, не гниет ничего, плесени нету вообще снизу, и если влажновато, то влажность убирает известь, тут гнина, там известь посыпал. Так что, если все вот эти условия, элементарные соблюдать, то будут храниться яблоки суперова. В том году я первый раз хранил у меня в Фуджи сорт и сорт Голд Раш лежали до, сейчас почти до середины, даже больше, до 17 или 18 июня. Вот этот сорт Голд Раш. Вот я его положил в Голд Раш. Вот это, вот это, вот это, вот это вот Голден Дюля Шест. Вот они отличаются. Вот Голден Дюля Шест вложу, вот это вот Голд Раш сверху, вот это вот Голд Раш. Вот они не отличаются. Это же самое вот Голден Дюля Шест. Это такие самые крупные плоды. Вот Голден Дюля Шест и Голд Раш. То Голд Раш, конечно, меня обрадовал. До мая, вкуса у него вообще никакого нет. Он кислый, очень твердый. Мы его пробовали, пробовали, но, честно говоря, вау не произошло. Но с мая месяца у него мякоть размягчилась, появилась сладость и появился очень приятный аромат. Аромат чем-то мне напоминал Дю Шест. Такой, Голд Раш. Вот он Голд Раш. Яблоки. Это поздне-зимние яблоки, они, ну, у них, можно сказать, нет конкурентов среди желтоплодных плодов. Ну, желтоплодных яблок по сроку хранения. Я говорю, до мая им надо только лежать, их кушать не стоит, потому что нет у него, не набирает оно ничего. А после мая, я думаю, что это лежало у нас до 18 июня. Мы их поели. Если бы не поели, я думаю, оно бы лежало, наверное, до августа месяца. То есть, вообще, такое ощущение, что берешь так яблоко и только зелево сорвано. Классно. Очень вкусно. И срывать его надо попозже, в конце октября срывать, в ноябрь. Ноябрь. Яблоко супер. Голден Дю Шест. Вот, это у меня тоже там Голден Дю Шест. Чуть-чуть Голд Раш. Чуть-чуть. Пять или шесть яблок. Сверху они лежат, их отпожу. Голден Дю Шест. Вот, весь Голден Дю Шест. Он лежит до Нового года хорошо. А потом он становится ватным. То есть, его надо до Нового года покушать. Даже если и влажный подвал, все равно он. Если не влажный, у меня когда подвала не было, хранил в сарае, то они у меня после съема три недели, и все. Они становились ватными. А в подвале до Нового года лежат отлично. Вот сорт Леголь. Тоже бомбезный сорт. Я его снимал там на Яблоне, на видео. Оно лежит до марта месяца. Даже больше может лежать. Мы его просто поели до марта. То не вянет, не трухнет, не гниет. Сочный мякоть. Такая плотная, хрустящая. Очень ароматный. Очень приятный у него аромат идет. Такой не похожий, не нашел аромат. И сладость у него хорошая, набирает сладость хорошую. Ну, он и сейчас можно кушать, в принципе, прекрасно. Сорт бомбовый. Тут у меня все одного размера. 250-300 грамм яблоки. Есть покрупнее с другого дерева. Вот это 480-500 грамм яблоки. Важал, то яблоки крупные. Их просто было на одном дереве 30 килограмм. А на другом дереве было около 4 килограмм. Первый раз западоносило, как бы, можно сказать, сигналки. То они были 450-500 грамм. Вот этот леволь. Потом яблока Старкрымсон. Вот о чем я говорю, что их надо вовремя срывать. В том году я сорвал их 1 сентября. Они чуть-чуть не докрасились, но не лежали до конца января. Вкусные, классные все. В этом году я их сорвал до 12 сентября. Они, получается, уже переспели. И уже начали плоды. Вот они месяц пролежали. И плоды начали ватнуть. Ватные. То есть они не лежат. То есть мы их уже было 6 или 7 ящиков. Мы их поели. Осталось тут 1, 2, 3, 6 штук или 7 яблок. Но они уже последние. Я ем, они уже невкусные. Пуши они такие. Вата. Вата-вата. Хотя, если его сорвать вовремя, для лёжки, то оно, конечно, бомбезное по вкусу. Ароматное. Очень сильный аромат. Вкусное, сладкое. Хрумтящее, сочное. Очень классное яблоко. Старкрымсон. Так. Это Элиза. Это Элиза яблоко. Я тут его показывал. Я его, когда снимал, еще тогда не пробовал на вкус. Вот оно пролежало тоже 3 недели или 4. То яблоко тоже сладкое, с кислинкой. Очень ароматное. Разрезаешь яблоко, очень слышно аромат. Яблоко достойное по вкусу. Не соврали люди, которые говорили, что оно вкусное. Хорошее яблоко. Тоже они сигналки. Яблоки не сильно крупные. Вот такие. О, это что-то пропадать начало. А чего оно начало пропадать? Что? Мягковато, наверное, ударилось. Пока довез. Так что. Это Элиза. Элиза. Одна флорина тут. Я завязала 4 штуки. Мы 3 штуки съели, а одна осталась. Тоже очень вкусный сорт флорина. Тоже сигналка. Это на двухлетнем саженце у меня 4 штуки завязалось яблоко. Крупные такие. Прям аж удивило меня. Они такие вроде как поменьше писались. Размер. С белыми точками. Тоже ароматное. Такое конфетное какое-то привкус. Мне понравилось. Мы же мной пробовали. Это нам очень понравилось уже по вкусу. Потом яблоко арива. Тоже иммунный сорт. По вкусу бомбезное. Вот такое. Кисло-сладкое. Ну, честно говоря, даже не кисло-сладкое, а сладкое. Кислоты у него вообще не ощущается. Твердая мякоть плотная. Не знаю, как они лежат. Долго-недолго. Мы съели штуки 3 или 4. И уже реально вообще схавать можно. Ну, хорошее яблоко. Сколько оно лежит, не знаю. Красивое такое оно. Оранжевое классное. Это груша. Одна завязалась у меня. Брал его как ноябрьская. Не пойму, ноябрьская. Это не ноябрьская. Новичусь. Сильно оржавленная она. Не знаю. Но я еще не пробовал. Так, это сорт Анжелена. Луча. Дипоидная слива. Анжелена. Когда срывал, такое было оно. Можно сказать, зеленоватое. Когда я срывал, делал съемки. Вот оно месяц полежало, то сочное стало. Чуть мягче, размягчилось. Косточка вообще манюсенькая у него. Сейчас попробовать. И сочная, чтобы помягче. Не лежат. До нового года должны лежать. Месяц пролежали, то половину уже съели. Сейчас покажу косточку. Косточка такая, как у вишни. Маленькая-маленькая. На вид по треш, такая черная. Срывал конец сентября. Но я думаю, что можно в октябре было снимать. То есть она еще висела. Красивая. Размер не крупный был. Боже саженец маленький. Там двухлетний. Что на нем это столько нацеплялось. Я сам, честно говоря, офигел. От того, сколько плодов на нем было. В следующем году будет, я хочу его снять попозже. Сейчас покажу косточку. Вот она сочная. Сейчас достану косточку. Одну руку снимаю, неудобно. Косточка малепусенькая. Вот какая на вид олоча по размеру. И косточка, как вишня. Тут одно мясо. Тут вообще, как будто ничего нет. Слива классная. Слива или олоча непоядная. Анжелина. Аналогов нету по хранению. Так, что это у меня тут тоже завязалось по чуть-чуть. Сад молодой у меня. Сортов очень много. Яблони, около 64 сортов. Так, что это мутсу. Яблоки такие красивые, шикарные. 430 или 440 грамм у него. Тоже еще не пробовал. Не знаю, как оно лежит по вкусу. Как японский сорт мутсу. Вот это Реджина Принц. Тоже его еще не пробовал. Говорят, лежит до мая месяца. Не пробовал еще, не знаю. Надо пробовать смотреть. В следующем году это все будет в нормальном уже количестве. Это Моди. Итальянский сорт. Тоже красиво. Отважил яблоко 300 грамм. Люди говорят его попробуй в декабре. Не спеши, потому что оно туда набирает вкусовые качества. Оно очень пахнет, очень красивое. Очень, очень пахучее, ароматное. Вообще-то в подвале аромат такой стоит, как яблоко. Бомбезный. А через камеру не передашь. Это сорт тоже, но яблоко завязалось. Боемия Голд. Тоже красивое яблоко. Тоже крупное, до 300 грамм. Одно это сигналки. Это на однолетнем саженце. Это тоже на однолетнем саженце. И это тоже на однолетнем саженце. Что по одной штуке. Это сорт топаз. Топаз тоже на однолетнем саженце. Я еще его не пробовал. Вот эти все по одной штуке не пробовал. Что и как лежат. Хочу, чтобы хоть набрали настоящий свой вкус. А это кондильсинап. Брал как кондильсинап. Ну, не знаю. Что-то он сильно красноват. Или на солнце. Или то, что его тоже там 4 штуки было. Хотя вот он. Вот он. Торт с одного и того же дерева неокрашенный. Как кондильсинап. Брал тоже его не пробовал еще. А вот это синап алматинский. Все одно яблоко у меня осталось. Я его не снимал. Было там ящичек. Мы уже поели его весь. Его до ноября надо кушать. Потому что он потом становится такой более рыхлый. Ну, очень вкусный. Мне понравился. В следующем году снимут. Это все, что у меня много сортов. Все, что будет, я буду снимать как Леголь снимал гориллу на дереве. Очень красиво. И вкус у него такой чем-то лесные ягоды напоминают под шкуркой. Вкусный сорт. Хороший. Сорт фуарина, говорю, нет. Фух, красавка. Красавка сорта тоже в первый год у меня. Не, не первые. Не, в том году было пару штук. Я пробовал. Оно кисло-сладкое было. В этом году сахара набрало много. Очень много сахара. Я его чуть как такое кисло-сладкое больше. Оно в этом году я пробовал. Уже два яблока пробовал. Хотя оно лежит долго. Такой цвет набрало сильно. В том году оно мне не такое было по цвету. Было в том году такого цвета. Такого. В этом году прям набрало такие яблоки красные. Что если кто-то так показал, бы сказал, что это росавка. Не поверил бы. Уже в том году вообще другой цвет был. В этом году набрали и цвет, и вкус вообще такой бомбезный. И размер такой. Что с ним случилось? Наверное, цемаренко. Сорт тоже классный. Вкусный. Так что все хранится, все замечательно. И ящики тоже. Вот я в том году ящики грязные. В земле положил тут. Плесень была чуть-чуть. А в этом году ящики помыл все. Взял, купил ферри, повымывался, чтобы не было плесени. Посмотрю, как оно будет. Потому что если грязные тоже там, в них непонятно, что возилицы. Я там с магазинов понабирал. Что надо, чтобы все было чистенько. Чтоб оно все лежало, чтоб все хранилось. У меня удивили два сорта фуджи и голд раш. В том году до середины июня лежали. Я был, конечно, в шоке. Что от вкуса ихнего, хорошо. фуджи можно с дерева прям кушать. Я срывал его 5-6 ноября. Можно с дерева его кушать. Оно сладкое, все, аромата не сильно много. Твердая. Ну, после мая месяца фуджи, у него аромат вообще поменялся, как будто другой вкус. Яблоко, сочность, сладость, сладкое, вообще мед, как зубы как будто сводит. Сорта бомбезны. Я буду по-чуть снимать в следующем году. В этом году уже нету ничего. Все поснимал, много чего поел. У меня персиков много, нектарина много, дипоидные лучи очень много сортов. Так что, буду снимать, вылаживать. Это еще виноград. Тоже виноград сорт оригинал. Заморозок был, я снял, чтобы не побило морозом. Поставил в бутылки. Он до нового года. Вот это я практикую уже третий год. Один год у меня в сарае висел в том году. В подвале в этом висел. Вот это в этом году. До нового года висит. По-моему, на Новый год срываешь и кушаешь. Не вянет ничего. Если в ящики просто положить, то вянет. Вянет он такой не сильно. А если в бутылках он в бутылку положил воды и активированный вуволь, чтобы вода не заваливалась, не зеленела там. Короче, не портилась. И тогда он вообще бомба висит. Висит вот так. Берешь, срываешь секатором как с куста и ешь свежий виноград на Новый год. Классно. Так что, так. Ничего сложного нету. Подвал небольшой. Три метра на пять. На длину. Так что, сажайте, храните, и все у вас получится. Груши еще тут. Груши я сортов не знаю. Там у меня остались еще от бабушек, от дедушек груши. Много. Четыре сорта. Тоже вкусные. Вот это сейчас уже кушать можно. Четыре сорта груши. Крупные тут есть. Такие прям кабаны. Ну, что за сорта я не знаю. По грушам. Я их не покупал. Это то, что я покупал саженцы. Подписывая. Все знаю сорта. А то, что остались по наследству деревья еще старые. Не знаю. Тоже очень вкусно. Наверное, старые какие-то сорта. Так что, вот так. Так что, вот так вот.